Родицкие сообщества Школа деградирует соение с большой скоростью Которая идет младше, соение и так далее Соение наиболее сильное И об этом мы уже говорили, сейчас говорить не будем на эту тему И вот родитель, видя эту ситуацию Он понимает, что ему не на кого опориться Не на субъект государства, не на субъект пониже Ну, условно говоря, в виде этих школ А детей своих жалко И те, значит, родители, которые это начинают понимать Которые осознают, что происходит Потому что часть родителей не осознает, что происходит Они считают примерно так Мы ходили в школу, и там что-то происходило И наши дети теперь ходят в школу, и там то же самое То есть они даже не осознают, что там не то же самое Все происходит Но часть родителей осознает И мы говорим про эту часть Как бы родителей И вот эти родители, они начинают как бы брать Судьбу детей В этой ситуации, как бы в свои руки То есть они говорят, ах так Там, значит, система не работает Значит, нам надо как-то в это дело вмешаться И что-то начать делать И начинают появляться вот эти самые родительские сообщества Конечно, большой импульс дало то, что появился вообще интернет, онлайн Это очевидно, это банальность Даже эту тему раскрывать не будет То есть появилась возможность коммуницировать Обсуждать в этих форумах разных, в этих родительских сообществах Это подхлестнуло Но кроме этого, есть еще ряд важных социальных изменений Которое дало возможность родителям этим заниматься Потому что раньше, если бы мы посмотрели эпоху индустриальную нашу 40 лет назад родитель кругом рядом и не мог заниматься детьми Потому что он должен был взять ребенка, быстро довезти его до детского сада или школы сдать И бежать срочно на работу к 8 утра или к 9 И потом вечером так же как бы побегать И, в принципе, времени, даже временного ресурса у родителей не было Чтобы начать заниматься детьми Сейчас ситуация сильно изменилась В этом плане Почему? Первый момент Во-первых, есть скрытая безработица Которой, как бы, тоже мы уже говорили раньше Не буду сейчас сильно останавливаться Просто вот она есть И часть народа не может устроиться на работу Но раз так, посидим побольше с детьми Условно говоря, пусть такая возможность будет Второй фактор, который на это влияет Это то, что появилась онлайн-работа То есть можно брать какую-то работу на дом И если раньше всегда надо было куда-то бежать в офис, там сидеть То сейчас можно это делать Соответственно, я больше свой график регулирую Как бы управляю И могу какой-то время тоже ребенку уделить Третье Появилось на работах вообще понятие свободного графика То есть есть такие работы, когда можно там приходить в какое-то определенное время А дальше, где ты работаешь, что ты делаешь, как бы, твое дело Раньше, опять же, такого не было, все было жестче Была более такая солдатская система, да, у нас И это дальше, следующие вещи У нас упростился быт, ну, кругоморядом Ну, например, появились какие-нибудь магазины утконоса Которые сами тебе привозят продукты Ну, по заказу Соответственно, опять же, ты не тратишь время Раньше какой был образ работы Женщина бежит с этими сумками, а войсками Ну, вот так вот все, да Сейчас, значит, тебе могут привезти Когда ты там работаешь по онлайну, да И ты это во время сэкономил То есть у нас получается, что родитель В принципе, может выделить воименной ресурс Он у него появляется Есть проблема, на которую на него надо реагировать То, что школу деградировать, надо что-то делать У него есть воименной ресурс Вот в результате вот этих процессов, которые, как бы, я описал И родители начинают сами тогда искать Какие-то компенсаторские механизмы, да Чем компенсировать вот этот недостаток образования Который, как бы, у ребенка, как бы, наблюдается И вот эти родительские сообщества Начинают, как бы, стусовываться в онлайнах где-то Обсуждать это, да И в их рамках начинают рождаться Какие-то различные программы Но самый яркий пример это Хомоскулинг Это, значит, домашняя школа Когда И хотя это слово, так, домашняя школа Как бы про школу На самом деле это сейчас больше про детский сад В школу это только сейчас входит Но очень интенсивно То есть, как бы, сейчас очень много мам Они такими субкультурами Вот эти родительские культуры живут Иногда там по возрастам Ну, вот есть, например, субкультура слинга мам, да Которая со слингами ходит Показывает, как их завязывать Как там меняется И вот образуются вот эти, как бы, такие, ну, клубы, что ли Давайте так назовем их, да И они растут Ну, дети растут И, как бы, и мамы тоже И вот сначала они, значит, об этом говорили Теперь они говорят о том, как надо, значит, развивать вот этого ребенка Ну, вот, дошкольного В связи с тем, что у меня есть И постепенно они входят в школу И задумываются о том, что они школу Не учат ли дома так же На дому, как бы, своих детей И появляется вот это явление Хомоскулинг, которое начинает распространяться Домашние школы Даже появляются такие сервисы То есть появляются организации, которые предоставляют учителей Для хомоскулинга на отдельные занятия Или которые учат родителей, что надо там рассказывать И так далее, и тому подобное То есть, в принципе, там явление набирает обороты Но, с другой стороны, очевидно, что этого, как бы, недостаточно Потому что, если ребенок только дома Ну, а нужны же еще социальные навыки Общения, там, с другими детьми и так далее, и тому подобное Их тоже надо, как бы, компенсировать И появляется еще какая-то инфраструктура, да? Ну, вокруг Ну, например, различные, там, всякие луги-ая Там, кружки, тайнинги Вот, которые тоже начинают делиться на разные, как бы, типажи Вот, ну, например, там надо, чтобы там Родители хотят, чтобы их дети были, ну, в определенной среде И они могут повезти в лагерь Которая одновременно для мамашек и для детей Да? Ну, вот так вот Такой детский Но там, вот, определенная культурная сайда То есть, там дети, там, помогают Там, как-то друг другу игрушки не отнимают Вот, как-то там развивающий что-то идет И так далее, и тому подобное В более старшем возрасте Это будут другие соедовые лагеря Где, может быть, там, мам уже не будет Ну, условно говоря Но все равно будет сдаваться определенная атмосфера Какая-то, там, доброжелательности Там, какого-то творческого развития Или специфическая Если это будет, например, там, чисто какой-нибудь биологический лагерь Или, там, какой-нибудь химический Или, там, исторический, да? Но это все равно погружение в среду То есть, там, родители так и говорят Мы там, понятно, что там чему-то учат Но дело даже не в этом В том, что, как бы, там мой ребенок общается с другими такими детьми Которые этим увлечены Он этим заражается А мне, как бы, это и надо Ну, мне надо, чтобы он заразился И получил импульс Для того, чтобы он дома, ну, хотел потом этим, как бы, заниматься Я ему там разные конструкторы куплю и так далее Но где импульс получить? Понятно, да? И вот у нас, получается Да, и часто эти лагеря делают тоже активные родители Ну, которые это То есть, это инициатива вот этих родительских советов И вот мы у нас, и получается Что вот эти родительские сообщества Превращаются в отдельного субъекта Ну, который начинает, ну, задавать тон в образовательном пространстве И я, в общем-то, думаю, что В принципе, на этого нового родителя Стоит ориентироваться Ну, вот, в построении каких-то образовательных историй То есть, ну, просто, я могу так сказать Идет новый родитель Не все это осознали, но он идет Вот уже с новым поколением Он пойдет, и у него другие требования Он по-другому готов действовать Он сам занимает субъектную позицию А не просто, типа, отдали и все И с ним взаимодействовать надо совершенно по-другому Либо образовательная система к этому готова Либо не готова Вот и все, собственно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok